Еще в студенческие годы была, так скажем, тяга ко всему новому, к тому, что, грубо говоря, они напишут в учебниках. Каким-то исследовательским моментом проводить эксперименты — это всегда интересно, в том числе это и поощрялось у нас в университете различными стипендиями, различными конкурсами, конференциями, поощрялось активное участие и занятие научной деятельностью, поэтому это стимулировало нас научной деятельностью заниматься и вылилось в соответственно обучение аспирантуре и дальнейшую защиту кандидатской диссертации. У меня был немножко сложнее путь, так как мы начали заниматься исследованиями с Сергеем вместе, когда были в студенческой годы, но потом он поступил в аспирантуру, а я пошла набраться немножко практического опыта, то есть у меня был небольшой перерыв, так сказать, от научной деятельности. Я около пяти лет работала в проектных организациях нашего города разных, а потом появилась возможность поступить в аспирантуру, и можно сказать, что я не упустила свой шанс. Когда мы проводим обследование зданий и сооружений, мы собираем определенную информацию, то есть берем какие-то контрольные образцы, бетона, стали, например, привозим в лабораторию и испытываем, например, на прессе, которую вы видели у нас в аудитории. Проблема заключается в том, что по отдельным значениям контрольных образцов мы не всегда можем получить четкую картину распределения прочности во всей плите, бетонной, например, если мы ее рассматриваем как объект. И моя задача заключается в том, чтобы, используя новые теории анализа данных, которые появились как альтернативные теории, теории вероятности математической статистики, то есть такие более прогрессивные, современные теории, используя эти теории на основе имеющихся данных ограниченных, буквально 3, 4, 5, 6 контрольных образцов, попытаться дать картину, дать описание поведения какого-то материала или нагрузок в обследуемой конструкции. Часть у практических – это именно контроль и оценка уровня безопасности, то есть также создание вот этих методик, которые были бы легкие в применении, то есть чтобы можно было контролировать состояние конструкции в данный момент или оценить его в связи с реконструкцией или переустройством, что сейчас сильно распространено, когда здания начинают переоборудовать под что-то другое. И вот истинная, такая действительная оценка данных конструкций имеет большую значимость как для города, думаю, так и для каждого человека, жителя. В этот год мы ездили в различные командировки, то есть часть средств была потрачена туда, на эти командировки. Как уже мы говорили до этого, то есть была построена самая большая модель экспериментальной фермы, пролетом 4 метра у нас на кафедре, которую потом мы планируем использовать и как в научном процессе, так и в образовательном процессе. Когда ты в 25 лет идешь в аспирантуру, с тем, что ты все равно теряешь свое основное место работы, охота чувствовать себя, ну, поддерживая, ну, охота чувствовать поддержку, которая оказывается особенно со стороны региона, потому что хочется развивать и науку, и образование в данном регионе, в котором ты живешь. И когда эти меры поддержки оказываются, ты чувствуешь себя в какой-то части нужным данному региону, и пропадают мысли куда-то ехать за лучшей поддержкой.